Начинаю говорить с водой, хотя обещала не говорить. Мало у меня подписчиков, мало кто меня слушает, но я говорю для того, чтобы когда-нибудь быть услышанным. Ведь жизнь вечна на земле. Мало кто в это верит, мало кому это доступно, потому что все будет через тяжелые испытания. Одно из испытаний – это ожидаемость. И что Бог учит? Бог учит тем, кто взял Слово Его, устав своих, не отступать от Слово. Сегодня я послушала проповедь, на которую пригласили специалиста по питанию. Он рассказывал, какие полезные продукты, какие витамины полезны и так далее. Вы знаете, о чем я так думаю? Что церковь отступает от Бога. Да? Церковь должна проповедовать Слово. Другого не дано. Мудрость мирская – это люди ищут других источников. А есть мудрость духовная, которую должны говорить священникам. Из-за кафедры священников церкви не должно быть того, чего не надо было. То есть, почему я так говорю? Потому что Бог сжигает суету, в принципе. Конечно, информация есть, что полезно, какие витамины. Я сама этим пользуюсь. Но я об этом не учу только потому, что я знаю силу Божьей. Потому что Бог не хочет, чтобы за какие-то продукты люди дрались. Чем я руководствуюсь? Я руководствуюсь Писанием. 1 Тимофея, 4 глава. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры. Внимая духом обольстителям и учением бесовским. Через лицемерие лжесловесников сожжённые совести свои, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божье хорошо и ничто не предусудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвой. Да и аминь. Это миссия церкви. Говорить о Слове Божьем и молитве. Тимофеев пишет Павел. Хотя Павел не был жена, заметьте. Но он говорил о том, я тоже не знаю, у меня тоже нету половинки. Но Павел учит. Я запрещаю учить, что люди должны быть монахами, допустим. Священники должны быть монахами. Мне запрещают так учить. Я считаю, что это заблуждение. Люди не выучили Слово. Или, может быть, я не права, а в том смысле, что сейчас нужно уже прекращать это. То есть надо уже искать Бога в том, что должно было быть от начала. Вчера я послушала Алелит. Это Висай, 34 глава. Там говорится, якобы это первая жена Адама. Потом посмотрела фильм армянский 1973 года выпуска. Тоже Алелит, как будто это огненная женщина, первая жена Адама. Я, конечно, не читала об этом. Ну, это оказывается, в многих мифологиях есть это. Якобы, некоторые говорят, что она стала змеем. Это та сатана, которая соблазнила Еву, и она ела плод. В общем, первая жена Адама. Ну, я не знаю, в Библии я такого не видела. Первая жена Адама ела плод. Ну, вот я нашла 34 главу Исаии, где якобы звучит это Алелит. Я слышала Алелит, но в этом переводе, в современном, в этом переводе нет такого понятия Лилит. И зарастут дворы. Кстати, так это «Ибо день мщения у Господа год возмездия за Сион, и превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою. Не будут гаснуть ни днём, ни ночью, вечно будет восходить дымью, будет от рода в род оставаться опустелое. Во веки веков никто не пройдёт по ней». «И завладеет ей и пеликан, и ёж, и филин, и ворон поселится в ней, и протянут по ней верь разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных её, кого можно было бы призвать на царство, и все князья её будет ничто». Понимаете? О чём говорит? Это тоже о последнем времени говорит. «И зарастут дворцы её колючими растениями, кстати». Понимаете? «Крапивой рапениками». Богатых очень большие испытания. Потому что дворцы их, которые они построили, они зарастут, потому что они нафиг никому не нужны, извините за глупость. Понимаете? «Твердынию». И будет она жилищем шакала, пристанищем страусом, и звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим, там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. В этих дворцах, которые будут в запустении, будет отдыхать ночное привидение. Это лилит. В других источниках это якобы лилит, ночное привидение. Ночные привидения, ночные привидения. Да, вот в украинском переводе «Лилит теки там заспокоится и зайдет с собой вид починок». Слышала еврея по этому поводу. Он вообще говорит, что у них не принято слово лилит вообще говорить у евреев. Это считается как ругательство, как дьявол, понимаете? Такой дух, такое учение. Да, я забыла, как называется эта книжка, которая у евреев, там три слова, которая у евреев говорит об лилит. То есть лилит для евреев это вообще хула. Получается. Так вот, почему вот это ночное привидение будет отдыхать в этих запущенных домах, которые Бог судит грех? Бог судит что? Он судит воробством. Он судит тех людей, которые беды, ограбили, не платили им в свое время на зарплату, настроили себе домом огромным. Который они не смогут содержать, в конце концов. Так получится. И что, дома их будет запустение. Понимаете, что сейчас идет на землю? Какая трагедия идет на землю? Там у гнезица летучий змей будет класть яйца и выводить детей и собирать их под тень свою. Там и коршуны будут собираться один к другому. Отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из всех не примет прийти, и одно за другим не заменится. Ибо сами уста его повелели, и сам дух его соберет их. И сам он бросил им жребри, и его рука разделила им ее меры. Во всем веки будут они владеть ей. Из рода род будет жить на ней. Кто будет жить на ней? Кто будет жить на земле? О чем говорит Писание по этому поводу? Кто овладеет землей? Кротки наследует землю. Это незыблемо. Это незыблемо. Не спасется царь множеством воинства. Исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения. Не избавит великой силы своей. Вот око Господне над боящимся Его и уповающим на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Вот обетование Божие. Понимаете? А когда люди начинают думать, что им есть? Понимаете? Где что-нибудь взвешивать на весах эти продукты? Понимаешь? Бог сотворил все мудро. Если мы ищем духовной пищи, то наш организм восстанавливается. У нас есть мозг, да? Уже так учёные говорят, что у нас есть мозг в нашем организме, тот, который подсказывает, что мы хотим. Мы хотим то, что нам полезно. Если мы чистым сердцем живём, если мы проповедуем Слово, если мы прислушаемся к любящим Бога, если мы ищем Истину, то наш организм так устроен на здоровье, понимаете? На здоровье. Об этом должны говорить священники. Дай аминь. Будьте благословенны.